Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году. И длится он целую неделю. Прежде чем войти в Великий пост, в народе принято ходить в гости, устраивать гуляния и есть блины. В ривьере масленицу отмечают по всем традициям и обычаям. В меню местных кафе в последний день масленичной недели добавятся блины с горячим чаем. Поменяется и антураж. Украшать заведение будут самовары с матрешками. К потешному празднику готовятся и артисты парка. К примеру, Конный театр сегодня репетирует совершенно новое тематическое шоу. Наши лошадки подготовили много разных сюрпризов, таких необычных, которые не везде и не всегда увидишь. Даже в кино. Без огня и, так скажем, фейерверка точно зрительно не оставим. Фейерверк эмоций 100% гарантируем. Достаточно трюков именно с огнем, так как масленица все-таки ассоциируется с огнем. Масленица считается одним из самых древних праздников. Она существовала на Руси еще в языческие времена. Еще с тех пор в нашей стране сохранились некоторые обряды, в том числе сжигание масленичного чучела. Подобный обряд был символом проводов зимы. А еще люди верили, что таким образом из жизни уходят все печали и невзгоды. Многие верят в силу ритуала и по сей день. И на удачу раскупают вот такие масленицы из лыка, которые мастерит местная рукодельница. Приезжают отдыхающие, берут как сувенир. Можно сжигать, а можно как сувенир дома хранить талисман, чтобы была весна всегда. Кульминацией масленичной недели является воскресенье. Этот день называют проводами. В этот же день в парке Ривьера состоятся традиционные гуляния и тот самый обряд сжигания чучела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова